Окружной семинар работников культуры стартовал в Нарьинмаре. Традиционно руководители и специалисты учреждения культуры региона собираются, чтобы обсудить актуальные задачи отрасли, представить лучший опыт, решить проблемы и договориться о новых творческих проектах. В рамках семинара состоялось расширенное заседание коллегии Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Семинар в окружной столице – прекрасная возможность для работников сферы культуры из самых отдалённых населённых пунктов обменяться опытом, узнать новые тенденции. Юлия Огарецкая, художественный руководитель Дома культуры посёлка Каратайка, говорит, несмотря на отдалённость в муниципальном образовании, культурная жизнь бьёт ключом. В очаге культуры работают хореографические и вокальные объединения. Особенно жителям посёлка нравится комикультура. Каратайки – прекрасная Дома культуры, двухэтажная, каменная, отличное здание, тёплое, удобное. Не хватает, конечно, репетиционного зала, но вполне заменяет зрительный его. Есть клубные формирования различных направлений. Сейчас хореографическое объединение Каратайки готовит большой концерт, который пройдёт 27 апреля. Не менее насыщенная культурная жизнь и в посёлке Нельминнос. Здесь действуют семь клубных формирований, их деятельностью охвачены более 120 человек. Самое крупное посещаемое клубное формирование – это ансамбль. У нас 37 человек, у нас организовано две группы. Это молодёжная танцевальная группа и детки маленькие ходят. Ещё вокальная группа – это сторожила нашего посёлка, который уже составит более 40 лет со дня его основания. Единственное, чего не хватает для полноценной культурной жизни – отдельного здания, где бы разместились все творческие объединения посёлка. Впрочем, этот вопрос также в повестке совещания, как и другие актуальные для сельских клубов и домов культуры. Кроме того, руководители учреждений культуры региона познакомятся с волонтёрской деятельностью, грантовой поддержкой. Это очень важно, потому что культура постоянно развивается, и для наших сотрудников тоже выстроить понимание, как этим инструментом пользоваться очень необходимо. Мы сейчас с ними работаем всю неделю, в преддверии праздника Дня работника культуры. Основной темой расширенного заседания коллегии Департамента образования, культуры и спорта стала наградная политика. Как это работает, и понимая, что у нас коллективы должны постоянно совершенствоваться, получать звания, новые звания, развивать эти коллективы. И что для этого необходимо делать, мы сейчас как раз эти все вопросы обсудим, для того, чтобы руководители уже приехали в свои муниципалитеты и вместе уже могли выстроить работу со своими ДК. Семинар работников культуры продлится до конца недели. В его рамках пройдут деловые встречи и мастер-классы, а также предусмотрена творческая программа.